Потому что прошлое выступление Игоря по поводу восприятия всякого разного художественного творчества, в частности изобразительного искусства, вот сподвигло меня на некое исследование уже более близких мне по духу литературы и в частности стихов, потому что именно почему-то к стихам то, что у меня получилось, оно применимо немножко больше, чем именно к прозе. Мне интересно было попробовать сделать еще нечто подобное, некий способ анализа именно прозы. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что получится. Значит, основным вопросом было в подходе это попытка выявить, собственно говоря, где находится это некое специфическое переживание или ощущение от какого-нибудь стихотворения, от какого-нибудь продукта творческого. Потому что читая либо стих, либо слушая песню, мы испытываем некое целостное чувственное переживание, некое впечатление. Это было общее, вполне определенное, но, тем не менее, оно может быть связано с каким-то нашими ассоциациями, воспоминаниями, чем угодно. Мне было интересно, собственно говоря, поработать с этим самым впечатлением, попытаться его как-то разобрать, что в стихотворении, собственно говоря, привлекает наше внимание. Отталкивался я вот от какой темы. Значит, есть такой отрывок из поэмы Нцири Лермонтова «Сцена с Барсом». «Сцена битвы с Барсом». И есть там такая некая метафора, называется «Пустыня, вечный гость». Так Лермонтов называет Барса. Значит, само словосочетание «пустыня, вечный гость» довольно интересно, потому что представить, что она обозначает, в чем ее смысл, довольно сложно. Потому что сочетание «гость» как «приходящий, уходящий» и слово «вечно» вступает в некое противоречие. И я ходил и думал, что есть такое выражение «пустыня, вечный гость». Вот что оно значит? Что кто-то в пустыне вечно гостит. И тогда можно эту самую метафору переделать при помощи слов у выражения «вечно гостит в пустыне». Сематическое значение этих выражений будет одним и тем же. Метафора «пустыня, вечный гость» и «вечно гостит в пустыне». При этом синтаксически они будут совершенно разными по своему устройству. Как пассивные залоги, активные, скажем, там чашка разбитая девочка, и девочка разбила чашку. Ну вот как бы одно и то же, но в разном языковом, как правильно выразить. Оформление. Оформление, да, совершенно верно. И поэтому первая мысль, которая пришла в голову, это то, что существуют некие переживания, связанные исключительно с неким языковым строем. Куда можно ввести, скажем, такие вещи, как рифма, ощущение сложности рифмы, или наоборот простоты, когда рифмоваются слова «пошел», «нашел» и прочие вещи, какие-нибудь сложные рифмы. Куда можно внести некую ритмику стихотворения, или некое повторение строчек, каких-нибудь оборотов. Такая вещь сугубо языковая, синтаксическая. Далее, поразмыслив, я подумал, что можно также выделить, собственно говоря, и сам звуковой компонент стихотворения. Это использование тех самых слов, из которых стихотворение состоит, звуков. Это так называемая звукопись, когда, подбирая слова, повторяет некие специфические ощущения. Описываем предметы, когда барабанящий дождь, используют какие-нибудь глухие звуки, там, «б», «р», и так далее, чтобы воссоздать впечатление от дождя, который стучит или барабанит. То есть, где ощущение вызывается исключительно неким звуковым переживанием от стихотворения. Нагромождение каких-нибудь согласных, которые сложно проговорить и так далее. Ну и третий компонент – это, собственно говоря, смысловой, собственно говоря, то, о чем в стихотворении пишется, читается, рассказывается или как-то так. И вот получается, что некое целое впечатление от стихотворения можно разложить на некие такие три компоненты. Это синтаксический, семантический и некий звуковой. Не так вот как бы привиделось. И вот некий такой пример, который мне кажется интересным – это Хармс, знакомый всем. Вот есть у меня такое небольшое стихотворение. «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорее, тогда скорее, скорее скажите нам». Вот такой вот небольшой стишок. Чем он интересен? Он интересен тем, что если просто проникнуть в некое содержание, в слов, о чем говорится. Некий человек вышел с дубинкой, с мешком, ушел куда-то в лес. Долго шел, не спал, не пил, не ел. Потом в этом лесу пропал. В общем, вещь очень такая, скажем так, жутковатая. «Из дома, это у банальной». Ну, кто этот человек, не сказано. Почему нам нужно о нем сказать и кому, если мы его встретим, тоже не ясно. В общем, с дубинкой и мешком, скорее всего, какой-нибудь бандит, преступник, мало ли там. А почему? Ну, потому что в лес идут обычно с топором, если за дровами, но не с дубинкой. Дубинка – это оружие либо защиты, либо наводения, но никак не инструмент. Да, как, не знаю, там, лопата или... Может быть, он пошел орехи собирать, ударяешь дубинкой по дереву, орехи падают, мешок собирать. Тогда надо было сказать, что что в касты, да. При этом, при этом, в стихотворении используются простые рифмы. Мешком, пешком, глядел, не ел. Ну, самое главное, короткие слова очень. Короткие слова. При этом слова самые простые. Нет, никак они эмоционально не окрашены. Нет там каких-то зловонных чертей, каких-нибудь там завывающих и чего-нибудь прочего. На самом деле, похожи на песенку. Как оба ванной долгой. Похожи на песенку. На песенку. При этом есть некое повторение строчек. И в дальний путь, и в дальний путь, и так далее. Так, песенки обычно бывают повторениями такими. Что создает впечатление некого шуточного детского стихотворения. Вот, как бы так. Есть следующий пример. Тоже, ну, такой же небольшой. Сушу небольшого. И от того же самого Хармса. Купался грозный Петр Павлович. Закрыв глаза, нырял к окну. На берегу стояла сволочь, бросая в воздух мать одну. На лишь утопленника чистый мелькал затылок над водой. Народ откуда-то причистый бежал на мостик подкидной. Здесь Петр Павлович тонет даже. Акулы верно ходят там. Нет ничего на свете вяжи, чем тело вымыть пополам. Вот такая вот низклобуха. Чем она интересна? Интересна она тем, что, опять же, в качестве темы описываются какие-то очень странные события. Ужасы опять описывают. Ужасы, да. При этом конструкции здесь Петр Павлович тонет даже. Ну, вот как бы они, так мы обычно не говорим. Даже тонет даже. Тоже такая конструкция, непривычная в языке. Что тоже создает специфический такой некий шуточный эффект восприятия. При этом, в отличие от первого примера, который был более по звуковому сочетанию гладким, второй, лично мне кажется, он более нагруженный, горбатый. Слова как-то... Да, они даже не стоят, полурифм не стоят. Да. Тоже создает какое-то такое специфическое напряжение. Если первое было... Ну, художественное переживание, скажу так, нет, признаться. Ну... В отличие от первого. Первое есть художественное переживание, второе как бы нет. Распадается. Да, распадается. Ну, может, такое... Может, провокация такая специфическая? Ну... Потому что оно все-таки цепляет. Вот мне первый как-то гладко прошел, а второй какой-то он такой как будто зацепил, как будто хочется понять, что такое произошло, о чем идет речь. Ну, пересчитать, да. Потому что сюжет неясен, что случилось? Да, и сюжет неясен, как бы, да, немножко как-то так вот... Как-то так, как будто бы вот что-то не закончилось, какое-то есть. Как будто хочется это продолжить. Парни, парни, это что случилось с хаосом? Восстанёли, да? Или что? Касану. Хаос. А, ну-ка, я про него не знаю. Это просто как к такому-то... Ну, вообще, если так признаться, на самом деле поэзия, она же к тому и стремится, что малыми средствами передать какие-то там сильные переживания, впечатления и прочее. Потому что проза, она к этому не стремится, у нее задачи другие. Вот мне интересно, что-нибудь, у меня какая-то подобная внурове каких-то таких ключевых моментов, именно для прозы, потому что все-таки как бы там звуки и порядок предложений, он как бы не так просматривается, когда читаешь просто художественный текст. повесть, потому что если в стихотворении сама форма стиха, она, не знаю, как сказать, выдвигается на первый план, то в то время чтения просто художественный текст, сама его текстуальность просто как бы исчезает и погружаешься в некие события рисованные там. Ну, чувствуется, есть же писатели, у которых она очень ярка. Да, это же кокетничая, Николай Гумилев говорил, что писать стихами проще. Это как каждый может понять, кто какой-то пытался писать голосу, хоть все время соскакивать на стихи. Ну, это он кокетничал. Ну, настолько просто писать стихами. Ну, да, что-то просто. Ему, что ни слова, то как. Да, что-то поверить в него, это так сложная цель была голоса. Ну, нет, есть же понятия стиля, там, глядя. Художественная стиля. Но даже любого, журналистского, ведь, казалось бы, один текст, написанный профессиональным хорошим журналистом, он тоже простой по смыслу, но он написан так, что он тебя цепляет. Ну, просто само представление как-то еще, а другой читать нельзя. Написанный просто так же, непопулярным блогерам. Ну, вот, как бы, почему это происходит? Да, какие-то благоглупости, например. Вот есть же, в основном, женские журналисты, публицисты, которые всякие благоглупости пишут. Вот пишут всякие благоглупости, и все. А стилистически... Не подкопаешься. А стилистически это привлекает. Ну, боже, наверное, так скажем. Значит, все-таки есть. Даже Арина Холина, что-то накрылся. Ну, вообще ничего как бы нет. Ну, вот, ну, поймёт и написал. А вот. А здесь специальности делают. Платонов, скажем. Чуингу этот. И, конечно, совершенно высший пилотаж, это Набоков. Написание прозы. Как это он делает? Почему? Какой-то такой зон. Ну, у Набокова в Даре есть как бы какое-то маленькое такое пояснение. Он, на самом деле, долго читал, читал Пушкина и понял, что Пушкин, на самом деле, прозу пишет как ямам стихами. То есть, как будто бы он говорит, то есть, он как бы прозу пишет как бы стихами. Так получается. Если читать её внимательно, разложить, то получится ямбой. И он, на самом деле, как бы, возможно, просто... Да, это, может быть, он и пишет, но только это не умеет. Не найти. Это не найти в Пушкина, не найти на Бокове. Не, ну, можно почитать в Даре, это там есть. Ну, как-то вот работает, работает с этим исключительно. Почему так работает? Не, ну, вопрос же впечатления. Да потому искусство и искусство. В общем-то, все мы умеем писать и говорить. Но это не значит, что мы занимаемся искусством. Искусство – это как бы нечто более, что-то ещё такое прибавленное. Правильно говорится, что это стиль, это какая-то специальная ритмика? Что-то – это какая-то работа специальная, это бабка. Какая-то работа, но она непонятна, непонятно, что происходит с языком. Дело даже не только в том, что вообще, в принципе, искусство, оно ведь не обязательно только в слове. Да, это очень сложно. Все умеют категорически, все могут нарисовать картины. Так искусство удовлетворяет желание или не удовлетворяет? Ну, желание яблока, безусловно, да. Ну, яблоко всё-таки или желание наслаждения? Ещё в некоторых даже желаниях женщин. На девочку с персиками посмотрел, наелся, всё. Ну, что, езжи эротические рассказы, пожалуйста, вам люди наслаждаются и вполне удовлетворяются. Эротические рассказы мне очень-очень интересно тоже, потому что ощущение эротизма, оно возникает от владения словом. Потому что у Сорокина, у Сорокина, описание, как граф Кущёв, трахает Сталина в жопу, оно эротично. Хотя написано, конечно, не гуморкансуалистом, что-либо ещё. А другое написано, казалось бы, человек опишет о своих желаниях каких-то там, оно неэротично. То есть всё делает исключительно стиль. Что такое стиль? Потом, обратите внимание, я вот, например, вот эту сцену считаю эротичной, когда Хрущёв трахает Сталина. Но если мне показать гей-пована, вот константный мужик с мужиком, то есть если Хрущёв с Сталина в реальности тебе показать, то ты не возникнишься. Нет, не просто гей-пована показатель. Это 15-20 секунд, много ты посмотришь. Даже можно через 5, даже наставлять. Я не смогу его сточнить. То есть даже само упоминание о том, что сейчас мы тебе что-то поставим гей-пована, то ты... Ну ладно, ребята, это меня удивляет, как темы наши скатываются. Нет, это я про то хочу сказать, что... Космические кавычки голубые. Так откуда берётся, когда ты читаешь стиль, и он тебя... Что он в тебя вызывает? Какие чувства какие-то вызывает? Что он вызывает? Да причём есть только текст, на самом деле. Вообще говоря, вот... А как? А в другом ничего нет? Кроме текста ты ничего не видишь. Нет, мне не удивительно разве, что есть искусство. Почему есть не просто разговоры, письмо, а есть почему-то искусство. Нет, в данном случае мы говорим по стихам. Нет, дело в том, что Игорь же мы обсуждали, там это же действительно есть потребность еды, а есть как бы всё-таки гурманство. Есть там, условно говоря, обычная функциональность какая-то, а есть какое-то мастерство и так далее. То есть это везде присутствует два уровня. Первый уровень какого-то восполнения, какое-то стандартное функционирование, а второй уровень какого-то мастерства, некая как бы сверх реализация. То есть то, что можно назвать было искусством. Она же везде присутствует. Можно даже взять обыкновенного токаря какой-то. когда один токарь работает как падёнчик, и он там вообще-то там неинтересен, а другой токарь мастер. А зеротически как раз дискурс очень-очень интересен. В том смысле, что владение словом каким-то образом, оно как бы адресуется какой-то области, определенной области такой, которая не адресуется, скажем, непосредственно область. А не получается ли так, что твоя, например, рыльска, она просто сама женщина, и она бажанная рыльска, она просто свою женственность проявляет везде. Она, может быть, даже сама не понимает, как это делает. Она просто как бы живёт, и своей жизнью просто это продуцирует. То есть это же, как, условно говоря, какой-нибудь агрессивный человек, чтобы он не делал, у него всё получается агрессивно. Понимаешь? Нет, я не знаю. А у него всё сексуально получается. Нет, у рыльска как раз ничего не сексуально. Она как раз, про агрессивность это как раз к ней. Потому что известная ситуация даже, чувак с ней в школу, в садик вместе ходил. Один из самых ярких впечатлений, как она заполненным носком, заполненным песком, два часа непривно забивала наспеколога, подвернувшегося к ней. Но она же там любит, её кто-то оскорбит в ресторане, идёт, машину берёт оттуда, электрошелки, или у него к шарахам, или ещё чего-то. Но она таким вещам изменит. У меня есть три фрагмента описания внешности персонажа из разных произведений. Я бы, наверное, сейчас зачитал бы и попытаться сравнить их, чем они отличаются друг от друга, какие вызывают ощущения, впечатления. Когда водитель вышел из аптеки, я пристальнее пригляделся к нему, пытаясь уяснить для себя причину внезапно нахлынувшего чувства. Это был худой мужчина, ростом где-то под метр восемьдесят, с покатыми плечами, одетый в потрёпанное гражданское платье синего цвета и потёртую кепку для гольфа. На вид ему было, пожалуй, лет тридцать пять, хотя странные глубокие схватки по бокам шеи сильно старили этого человека, особенно если не присматриваться к его туповатому, невыразительному лицу. У него была узкая голова, выпученные водянистые голубые глаза, которые, как мне показалось, никогда не моргали, плоский нос, скошенный лоб и подбородок и странно недоразвитые уши. И вот подбородок и толстая верхняя губа, равно как и покрытые крупными порами сероватые щёки были практически лишены какой-либо растительности, если не считать редких желтоватых волосков, которые где курчаивались, а где лежали прилизанными, слипшись в неровные и нерегулярные прядки, тогда как сама кожа была какой-то шершавой и шелушащейся, словно от неведой мне хронической болезни. Руки у него были крупные, покрыты толстыми венами, а также очень неестественно серовато-голубого оттенка. На фоне довольно массивных кистей пальцы смотрелись нелепо короткими и, казалось бы, постоянно подогнуты, даже вжаты в толщу ладони. Пока он возвращался к автобусу, я обратил внимание и на его неуплюжую, покачивающуюся походку, а также на то, что ступни были просто гигантского размера. Чем дольше я смотрел на них, тем сильнее меня охватывало недоумение, как же он умудрялся находить себе обувь нужного размера. Ну, короче, монстр, как я писал, медленно наращивая, так сказать, это неприятность, что там какие-то поры какие-то и так далее. Волосики. Ну, это же можно любого человека рассматривать как видеть. У Эдгара По какой-то есть рассказ, где там парад, что ли, проходит, и женщина сначала восхищается, а потом что-то с ней случается, и она видит так, словно говоря, какими-то другими глазами, и там приходит отвращение от всего возникает. Ну, это же так, на самом деле. Можно человека как бы просто воспринимать как человека, не приглядываться к нему. Ну, понятно. А можно как бы приглядеться, и любой человек будет отвратителем на самом деле. Хорошо, вот еще. Не, подожди, а что с этим примером? Ну, вот такой вот пример. Ну, говорю, отвратительный на самом деле. Любой человек отвратительный. Описание идет отвратительное. Описание очень подробное, с деталями. Описываются волоски на лице, поры, описываются щеки, схватки на шее. Очень много разных вот таких вот подробностей. При этом эти подробности, которые... Нам говорят что-то о человеке. По-моему, ничего не говорят. Разве что-то нам говорят, это о человеке. Это все равно, что сесть около забора и начинать смотреть, какие там трещинки есть, где там гвоздики забиты, где там что покосилось, где там грязь налипла. Что-то это о заборе нам скажет? Ну, речь не о заборе, речь о том, что есть такое описание. Чем данный фрагмент примечательнее, с моей точки зрения? С тем, что, с одной стороны, описывается некое, ну, так сказать, очень такое гадкое существование. Человек. Монстрик. Монстрик, да. Вот было первое впечатление, которое высказал. Влад – это монстрик. Это не человек, это монстрик. Оно ужасное. При этом переживания самого рассказчика, они очень нейтральны. И единственное, что его удивляет во всей этой внешности, несмотря на какие-то странные складки, на сероватую кожу, на неморгающие глаза и так далее, это то, что, а где же он покупает обувь? И здесь у меня возникает такое странное некое противоречие, что, с одной стороны, мне рассказывают, описывают некое существо, которое, ну, как бы, встретив в реальной жизни, я бы ужаснулся, при этом рассказывают таким абсолютно, ну, как бы, нейтральным, таким затошным, подробным голосом, интонацией, вот, и так далее. А второе, второе, чем отличается? Ну, сейчас посмотрим, мне интересно, чем они. Если просто мы берем некую лестницу, так сказать, и пытаемся... Ну, обязательно нужно что-то сравнить. Сейчас. Сейчас, сейчас. От того, что мы прочитали один отрывок, можно ничего... Нет, как бы, какого смысла нет. Сравнивать мы их будем, когда прочитаем все три, а пока просто некое ощущение. Если есть, может, не... Всякий человек, это же мешок с дерьмом, там, и с этим, вот, вот, этими потрохами, так что, если, в принципе, так описывает любой человек, то любой человек будет отвратителен. Так что, я даже не очень понимаю, зачем это делать, на самом деле. В том-то и дело, что, поскольку автор, он, как бы, убирает тот самый взгляд или ту самую позицию, с которой он будет что-то описывать или о чем-то рассказывать, то это, ну, как сказать, очень принципиально. То есть, когда ничего авторозного не нашел, но описание человеку чувствует... Ну, вот, к примеру. Несмотря на жару, крайне редкую для конца сентября, гость наш был одет, что называется, по всей форме. И рукавов костюма, благородно-серых тонов, явно шитого в дорогом отелье, белоснежные манжеты выглядели ровно на полтора сантиметра. Безупречно подобранный галстук в изысканно невнятную полоску был повязан с едва заметной асимметричностью. Туфли из черного кордавана блестели, как зеркала. В свои 35-40 лет, при росте около 170 сантиметров, этот человек не имел ни грамма лишнего веса. Узкие кисти рук были без малейших морщин, плавными линиями, перетекали в длинные. Много лет упражнявшиеся в гибкости пальцы и своим видом напоминали древнейшую форму биорастительности. Два семейства извивающихся существ с общими грибницами-корневищами, в недрах которых и по сей день таились дремучие инстинкты самой первой жизни на Земле. Ногти, отшлифованные временем и кропотливой заботой, слагали на кончиках пальцев орнамент из безупречных по форме овалов. То были, несомненно, красивые и чем-то неуловимо странные руки. Вид этих рук заставлял подозревать, что владелец их, специалист какого-то очень узкого профиля, вот только какого именно, для всех оставалось загадкой. В отличие от рук, лицо этого человека ничего особенного не рассказывало. Очень правильное лицо, простое и без выражения. Прямые, вытаскиванные топором, линии над брови и носа, ровная полоса сухих губ. Чуть темноватый, глубокий тон его кожи был совсем не похож на тот обычный загар, который легко получают на пляжах и теннисных кортах. Разве только совсем чужое, неведомое солнце, прибегаясь с небес над неизвестной землей, могло предать человеческой коже такой необычный оттенок. Знаешь, на самом деле, и первый, и второй сюжет, что интересно, что мы так не воспринимаем людей, то есть мы не приглядываемся так, мы не рассматриваем детали, и вообще уж никогда не описываем. И читать это было бы невозможно, я бы пропустил все первое, второе описание, и перешел бы сюжет. Да, причем второе описание как бы какого-то идеального человека, у которого... Ну, занудно это невозможно. Да, даже не грамм, потому что взвешивался. На последний третий перестал слушать даже. У него что там как было? Там очень много терминов, связанных с там... Я говорю, что сообществом, да, то есть там корты, безупречность, специалисты, то есть понятие... Ты когда-то видел, лакерованные тумыцы такие были вообще, когда-нибудь... Характеризует человека уже... А не грамма лишнего веса, это как он весит его? Там в описании присутствует не ему неприемная похвала. Да. Везде. Причем не... Причем да. Так он весь замечательный... Да, идеальный просто персонаж, идеальный. Идеальные руки, вообще все-все-все-все-все-все-все-все. По большому счету описывается не он, надо сказать... Нет, там с руками не все так просто, к чему-то мне так и шею. Это как бы резонирует там как-то немножко там. Ну, а третий... Подождите, вы так слишком быстро перескакиваете. На самом деле, действительно... У меня на самом деле... Мы же что обсуждаем? Мы обсуждаем пока. Мы обсуждаем впечатление вообще-то, да? И действительно удивительно то, что мы так на самом деле никогда внимательно никого не разглядывали. Чтобы посмотреть поры, там, например, сверху вниз так опускаться и делать комментарии по поводу, что у него как там. Мы же так никогда не делаем, на самом деле. Да, но если я в то уплате, то просто точно... Нет, нет. Другое дело, что литература это делает. И, может быть, в этом еще и среди кого-то диссонанс, что когда мы читаем такое описание, мы немножко в ступор впадаем. Мы так ведь не воспринимаем. А нас предлагает это вообразить, как бы вот, что, как выглядит персонаж. И дорисовывать его в процессе чтения. Условно говоря, вот он такой, раз, как бы выросли руки. Там идеальные ногти, идеальные... Я все-таки мастер-класс, у любителей писать, типа Бальзаков, всегда подпускал в жизни. А Викторию Гуготу, насколько невозможно было читать, это же ужас какой-то. Бесконечное писание, что ли там? Про стратегию чтения, это, наверное, стоит как бы от отдельного разговора, что мы пропускаем, на что обращаем внимание. Сейчас интересно именно то, какой язык использует автор, что он высветляет, о чем он пишет, о чем он умалчивает, и какой эффект от этого достигается. Но эффект от искусственности. Если эффект искусственности, если чрезмерное заострение внимания на деталях, в которые мы в жизни не обращаем... Мы даже интересуемся этим. Мы интересуемся создать... Для чего? От этого, как сказать, получилось ли какое-то особое отношение к этому? Ну вот Луи Грифунцев, он бы пропустил. Это же сразу же получилось отношение. Мне кажется, нечто, как сказать, чрезмерно такое, как сказать, слащавое и до отвращения. Да, ну похоже на это. То есть описывается вроде как хорошо... Она, скажем, лишняя, она, скажем, лишняя. Чрезмерная. Чрезмерно лишняя даже. Чрезмерно лишняя. В следствии чего возникает эффект отторжения, отвращения, ну, никакого неприятия. Можно так? Да. Я бы так не сказал. А как? Не, ну, в конце концов... Тут человека описали определенным опытом, но вот... Понимаешь, на самом деле, есть некого рода... У впечатления есть некого рода ритм, и как бы... А если, может быть, есть люди, которым нравится такой неторопливый ритм, как бы разглядывание, постепенно переходы там, вот... Ну, у меня, например, более стремительные, да? Мне хочется сразу перейти к содержанию, там, если вообще, говорят, читать такие вещи. И у Гера тоже сразу такое возникло. Ну, разные писатели разные способы там писать. Один, две, и описывать... А может быть, там, а может быть, аристократ и вышел погулять, там, или еще... А может быть, это было все... Можно было бы это воспринять как некого рода стиль, понимаешь, как бы вот некого рода там, так, красивый такой, как бы, какую-то такую картинку нарисовать, знаешь, такой, образ такой, который не дается сразу, как, допустим, в искусстве изобразительно, то есть, художественное произведение, в смысле, картине, да, а который дается постепенно, как бы, ты дорисовываешь, и вот он постепенно кристаллизовывается, такой, где порт образ. Ну, вот сейчас еще один фрагмент. По лестнице прогремели тяжелые башмаки, что немного вывели его из дремоты. Пришелец покорно остановился в зрях и, обезображенный шрамами руками, прикрыл маленькие глаза от света керосиновой лампы. По его тяжелому, хриплому дыханию, Мейтман узнал человека, который на него напал. Ему было около пятидесяти, и он явно страдал каким-то умственным расстройством. Его низкий лоб отвердел за целую жизнь, прожитую в неопределенности. Смоченное лицо хранило выражение детского недоумения, словно ограниченный ум, с которым он родился, так и остался на подростковом уровне. Все напасти суровой жизни собрались воедино, чтобы сделать из этого человека велико-возрастного дебила, которого вечно шпыняли жестокий и бездушный взрослый, но который все равно продолжает цепляться за свою невинную веру в простой и бесхитростный мир. Его щеки и брови, почти сросшиеся над впалой переносицей, были иссечены серебристыми рубцами. А нос, комок аморфного хряща, требовал постоянного внимания. Незнакомец поминутно вытирал сопли своей мощной рукой и внимательно разглядывал их в свете керосиновой лампы. Несмотря на уплюжесть, его тело обладало изрядной силой и атлетической выправкой. Когда он перетаптывался в своих тяжелых башмаках, Мейтланд уловил в его движении застарелую грацию акробата или тяжело контуженного спарринг-партнера. Он то и дело касался своего лица, как боксер, смахивающий бой от сильного удара. Вот так вот будет описано. Ну и все. Что? Ну, если честно, как бы, да, действительно, я думаю, тут проблема всякого описания. Описание, ну, по крайней мере, сейчас в нашей быстрой жизни надо будет быстро. И по возможности надо описывать как-то косвенно и быстро персонаж. И он должен потом, как бы, в процессе движения текста должен описываться просто постоянно, как бы, добавками такими-то, чтобы он раскрывался по ходу пьесы. А не так, что сначала, как бы, представьте, как это выглядит. Стоят друг напротив друга, как бы, этот Мейтланд и дебил, да. И он осматривает его и описывает. Ну, это выглядит идиотски. Идиотски. Поэтому, как бы, нынешнее искусство кино, как бы, Да. Потому что... Стохом, он, две секунды, его показал. Да, и сразу все стало ясно. Да. Тут есть какая-то неуклюжесть в описании, понимаешь? Да, это вообще общие тексты все три. Они недохудожественные. Последний лучше всех, конечно. Второй вообще ужасен. А второй был этот текст. Текст второй, потому что все они три, а все одного автора. Самому Анатолию был второй текст. Ты что-то его показал. Вопрос в том, кто-то стал. Вопрос в том, на что они оказывают влияние, когда ты читаешь. Да, больше всего. Да нет никакого. Вы понимаете, вот это думать о том, что есть какой-то замысел автора, это, по-моему, идеализм. Нет такого замысла. Просто, ты правильно говоришь, что есть некого рода род графомании, на самом деле. Писать ради того, чтобы ты как бы пишешь, и его как-то польется, льется, как бы, знаешь, он не может остановиться. Это как недержание, понимаешь, своего рода, мочи или прочего. И так же и здесь. Я не об этом хотел сказать. Проблема вот этой меры, она на самом деле в искусстве тоже остается. Ты можешь красиво писать, но вот как бы излиться так, что как будто блевануло. Не даром же говорят, если можешь не писать, лучше не пиши. Я хотел бы вернуться опять же к нашему предыдущему, то, что Игорь сегодня начинал с первой лекции по поводу того, что... Игорь, какой-то я не такситируется сегодня, а зашкаливаю. Это нам рад. По поводу того, что яблоко мы хотим где-то, и удовлетворяем свое желание съесть именно это яблоко. Или все-таки мы в данном случае удовлетворяем просто наслаждение какое-то получаем, когда читаем или не наслаждение. Не важно, какие-то чувства. Они как-то связаны с текстом, со смыслом, с формой, скажем форма, форма описания и смысл этого описания. То есть вот есть форма, мы говорим, все три разных там, не знаю, там, по форме документы меняют, они все три одинаковые. По содержанию немножко разные. И в данном случае что у нас получается? Как мы это? Чем воспринимаем? Что мы удовлетворяем здесь? В первом случае, так сказать, просто желание. Наслаждаемся чтением. И вот это наслаждение чтением это что есть? В данном случае. То есть это вот мы поели и выбросили киву, или мы ее читаем, читаем и все хочется почитать. Как я, вот, насытиться не можем. Это вопрос к идее. Чего, чего идее, не знаю. Не знаю. Как автору концепции. Медь-то здесь шар или шар медный? Не знаю. Не знаю, что там. По-моему, просто три дымящиеся кучи. Ну, никак ни шары не медь. На самом деле, это три совершенно разных отрывка из трех несвязанных произведений. А вторых. Первый – это Лавкрофт. Именно «Тринс Маунтен». Такой был писатель хорроров. Второй – это вообще японский писатель. Роман «Охотник на овец». И третий – это… «Охотник на овец», да? Да. Джеймс Баллард «Бетонный остров». И вот. То есть это еще и переводы, оказывается. Ну. Ну, и до перевода, если бы тебя носит. Не, ну, понятно. Но, по-моему, то, что английское театло было узнано, по большому счету. Единственное, я бы не сказал, что здесь не Сима. А, нет, Халки Мураками. Почему не Сима? Халки Мураками, Халки Мураками. Что я бы его и не узнал, хотя я «Охотник на овец» и читал. Я бы сказал, что Се-3, что это детективы 19 века. Вот он, по моим ощущениям, Се-3. Вот такой он, вообще. Почему? Почему? Не знаю. А не 19 века, когда два парня? Нет. В конце 19 века современных? Лавкрафт. Нет, Лавкрафт – это такое, прошлое. А вот последние двое – современные. Мураками – это понятно, что современные. И Баллард современный. 20 век. Ну, в общем, вот такое, что у меня было. Это я по-своему впечатлению могу сказать. Ну, это вопрос-то в чем? В чем обсуждаем ради этого? На самом деле, действительно, вот Игорь хорошую тему поднял. На самом деле, в сравнении кино и литературы. Потому что как-то всем этим текстам не хватает какой-то динамики. Ну, на самом деле, ну, как-то невозможно так вот, нестерпимо как бы. Ну, низкие, это хорошие. Не, нестерпимо так сидеть и все это читать, на самом деле. То, что они говорят, достаточно одного просто взгляда. То есть это, на самом деле, должно включиться в одном взгляде. А мы читаем это в пять минут, понимаешь? Как эффекта у передачи. То есть, я понимаю, я просто говорю, что здесь в Синегороду происходит конфликт, связанный вот с... В который можно рисовать как это противопоставление там жанра такого, как это кино, как бы, да? И жанр это литература. Тут вот какая интересная получается, что если кинофильм, как бы, по времени, да, там показывают некую сцену, некое движение и так далее, но, грубо говоря, в неком реальном времени, если не брать во внимание кино. Да ты не успеешь все разглядеть, да? Нет, просто, как сказать, как мы в жизни смотрим его, сколько времени тратит. Потому что так и смотрим. То в литературе имеется возможность, как сказать, некую сцену, которая длится, на самом деле, в реальном времени. Да, как бы заморозить, и давайте исследуем все подробности. И исследовать ее там в течение, там, пятидесяти страниц, описывать там сцену падения, какому-то там, не знаю, и так далее. Но есть люди, которые это не читают. Я так понимаю, никто это не читает. Может быть, удивительно, что ты взял... Зачем это трех, извини, низкохудожественных авторов? Нет, ну, он, на самом деле, это его автор, который ему нравится. Нет, это просто что-то под руками было. Если интересно то, что, оказывается, все вот эти вот такие, как сказать, насыщенные, подробные, очень такие информативные описания, на самом деле, чистейший мусор, ничего они не вызывают. Какие-то общие, какие-то нечеткие впечатления есть там, отношения? Ну, ты понял, что о чем там, да. Мужчина, женщина, там, умный или дебил, там, высокий, низкий. То есть они не нужны, как бы, не рисовать воображение, образы, если что. С другой стороны, вот охота на овец, охота на пцу, там, она же, это типичный роман, в силе с аспенса, так называется, да. То есть это ситуация такого, какого-то загадочного ужаса, который весь фильм, ну, весь фильм, нагнетается. Весь эта штука нагнетается, и в этом есть художественное переживание, безусловно. В циркуме. Да, после этого, я больше в комментариях не читал, почему-то, неинтересно стало. У меня он там есть, еще «Схроники из «Радультиз»» и всякое прочее, но я прочитал, да, и я ценю это ощущение ужаса за простым сюжетом, по большому счету. Это есть такое, ну и все. Вот оно, в том числе, через описание, по всей видимости. Вот так нарастает, 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 нарастает. Есть такое, вот такой, вот такой способ, наверное, быть как-то. Но опять говорю, что лучше взять серьезного автора. Не молокальный, как он говорит. Да, мы же хотим просто понять. Да, был такой свойство, когда в 30-е годы 20-го века на филологических факультетах для изучения рекомендовали изучать, в основном, посредственных авторов, не выдающихся классиков, а посредственных 19-го века, потому что сквозь них лучше просвачивается социо-культурный ландшафт угнетаемого общества 19-го века. И все видно такое было. Ну, в общем, как бы, вот такой вот, мне кажется. Нет, здесь любопытно, как бы, в другом вот этот разрез мы как бы не очень это осветили. Вот разрез того, почему литература, она все-таки сейчас отстает от кино. Не только потому, что кино интереснее, там все, а потому что кино, как бы, вот... Наслечен. Как-то, оно не то, что даже реалистичное, а в нем вот есть биение жизни, да? То есть, вот эта заторможенность, которая вот описана в описании, мы понимаем, что это уже какое-то падение-то, да? Кино напрягает. Нас уже не устраивает это, говоря... Кино не заставляет тебя... Такая литература уже не устраивает. В 19-м веке, да, когда жизнь текла медленнее, всего этого, всего этого в током-то не было. Наверное, такая вот размеренная жизнь устраивает. Такие описания, такие ненавязчивые, такие долгие, нудные, они, наверное, имели это место быть. И вообще, говорю, это были гадны для чего-то. А сейчас это все просто раздражает даже, просто раздражает. Как будто кто-то перед тобой выпендривается, что вот он такой наблюдатель, там, поры увидел какие-то там и прочее, что у него там, вон, там, ноги там большие и так прочее. Это неинтересно просто. Зачем? Ну, увидел ты, оставь при себе. Это вот так хочется сказать, Артур. Прямо. Прямо.